Меньше работать и больше зарабатывать. В этом видео хочу поделиться своим опытом, осознаниями, пониманием. В какой-то степени возможно даже предостеречь от ошибок, которые я наблюдаю на протяжении уже нескольких лет, которые допускают люди. Как раз в погоне за тем, чтобы ничего не делать и при этом зарабатывать. Есть три категории людей. Это первые наемные работники. Вторые это люди, частные предприниматели, либо бизнесмены. И третье это люди, инвесторы. И вот наемные работники, бизнесмены и инвесторы. Давайте вкратце, ну я думаю здесь понятно, кто чем занимается. Одни ходят на работу, то есть принимают участие в бизнесе. Вторых, предприниматели, бизнесмены научились использовать других людей для достижения своих целей, для участия в развитии своего бизнеса. И третье это инвесторы, у которых есть свободные деньги, которые они инвестируют в различные бизнес направления, проекты, там в драгоценные металлы и так дальше. Инвестиции дают нам пассивный доход. Ошибка людей заключается в том, что люди пытаются перепрыгнуть из первой категории сразу в третью, упуская вот этот момент, когда ты берешь ответственность за себя, когда ты берешь ответственность за свой финансовый поток, за свои финансовые результаты и начинаешь делать бизнес. Это очень важно. И чаще всего вот этот подход, он заканчивается такими плачевными результатами. Потому что люди, желая что-то в жизни поменять, желая, понимая уже, что деньги нужно вкладывать для того, чтобы получить новый финансовый результат, они постепенно откладывают какую-то сумму денег. И когда накоплен небольшой финансовый, такой вот финансовая подушка, которую уже она тебе не нужна для того, чтобы прокормиться, там у тебя вот твои базовые расходы, ты их и так покрываешь. И при этом у тебя есть отложенные деньги. И в этот момент ты хочешь их куда-то инвестировать, чтобы они тебе сразу приносили пассивный доход. Давайте посмотрим на реальность. Если мы с вами откроем интернет, мы увидим большое количество предложений, в которых вам скажут, давай, давай, неси сюда свои деньги, мы их тебе приумножим. И вот смотри, ты нам принесешь, допустим, тысячу долларов, и будешь каждый месяц получать там какой-то достаточно приятный процент. Чем заканчиваются такие ситуации? Такие ситуации заканчиваются тем, что так как у тебя небольшая сумма денег, а тысяча долларов для инвестиций, это не такая уж большая инвестиция, если вы пообщаетесь с инвесторами, вы поймете, что тысяча долларов это не инвестиция. Если вы захотите открыть какой-либо бизнес, почему вы не открываете никакой бизнес со своей тысячи долларов? Потому что ее мало, потому что это не инвестиция. А вы хотите, чтобы эта тысяча долларов вам приносила какой-то доход, правильно? И вы ищете процент побольше. Вы хотите заплатить поменьше, а процент получать побольше. И тут-то вы попадаете в капкан, потому что вы попадаете туда, где такой процент невозможно выплачивать. И вы попадаете в бизнес к тем людям, бизнес которых заключается в том, чтобы найти как больше таких вот инвесторов, которые наивно несут свои деньги, потом этот проект закрывается, и с вашими денежками знаете, что происходит. Поэтому, если у вас есть небольшая сумма денег, ее как раз нужно вкладывать в бизнес. Нельзя перепрыгивать вот эту пропасть от работника сразу в инвестора. И получается, что как раз на этом, я вижу, как многие люди пострадали, они не хотят делать то, что они раньше не делали. Они не хотят обучаться тому, что они раньше не делали. Не хотят развиваться. Давайте посмотрим, что такое бизнес. Бизнес это больше ответственности, но это и больше возможности. Ты сам берешь ответственность за свой финансовый результат. При этом не обязательно тебе сразу уходить со своей работы. Ты можешь продолжать работу, если ты можешь продолжать работать для того, чтобы тебе было спокойно, для того, чтобы ты получал те свои там фиксированные какой-то зарплату свою. Но при этом уже взять ответственность за какое-то направление, в которое ты будешь вкладывать свое время, в которое ты будешь вкладывать свои усилия, которое тебе будет интересно, и которая в дальнейшем тебе даст пассивный доход. Когда ты уже его разовьешь, то это направление тебе будет давать больше пассивного дохода. Ты сможешь меньше времени уделять, меньше усилий уделять, но деньги тебе уже из бизнеса, в который ты вложил свое время, свою энергию и так дальше, в этот момент, то есть чуть-чуть позже, бизнес тебе будет давать также пассивный доход. Если ты выбрал такой бизнес, конечно. И уже из этих денег ты будешь так же откладывал, как ты и вначале начинал, но здесь у тебя показатель будет больше, потому что ты сам его будешь себе устанавливать и, соответственно, большую сумму денег ты сможешь откладывать себе для инвестиций. И уже эти инвестиции ты будешь инвестировать в различные направления, в различные направления, которые тебе будут давать уже пассивный доход, о котором ты мечтал вначале. И я вас прошу, не попадайтесь на вот это непонимание, на вот эти уловки людей, которые хотят завладеть вашими деньгами. Если вы берете ответственность за себя, вы выбираете себе бизнес направления, вы можете развить в себе те качества, которых у вас раньше не было. Вы можете делегировать некоторые направления, в которых вы не чувствуете себя профессионалом. Вы формируете у себя в окружении, в своем бизнесе, вы формируете команду, в которой каждый может быть профессионалом своего дела. Кто-то может красивые объявления писать, кто-то может заниматься переговорами. У каждого могут быть свои обязанности. И вместе вы развиваете бизнес. Теперь о бизнесе. Почему многие люди не начинают бизнес? Почему мы не начинаем бизнес большой? Потому что у нас нету больших денег. Согласны? И мы не знаем, как это делать. И вот здесь есть вариант, который подходит абсолютно каждому человеку. Вот было бы желание взять на себя ответственность за свой финансовый результат и дальнейшее развитие. Несколько лет назад, уже около 8 лет назад, мне так повезло, что я еще, может быть, тогда и бизнес не выбирала. Но так случилось, и я узнала вообще о возможности сетевого бизнеса. Интернет-бизнеса, сетевого бизнеса. Это бизнес, который тебе дается под ключ, в котором есть система, в котором тебе не нужно платить зарплату работникам за то, что они занимаются продвижением твоей партнерской программы, за то, что люди занимаются рекомендациями продукта, которые предоставляет ваша компания. Этим всем занимается компания. Но у тебя есть прямая возможность влиять на свой финансовый результат. У тебя есть возможность в перспективе получать пассивный доход от того, что ты научился сам и обучил этому другу. Большое количество людей или небольшое количество людей, но ты научил обучать следующих людей бизнесу, продвижению продукта, позиционированию себя в интернете и так дальше. Таким образом ты создаешь бизнес, таким образом ты сам развиваешься, таким образом ты помогаешь другим людям развиваться, таким образом ты улучшаешь свои финансовые показатели. Конечно же, сами люди улучшают и свои показатели. Если ты выбрал бизнес, который тебе при этом дает еще и пассивный доход, как, например, у меня это направление добычи криптовалюты, которое кроме того, что ты развиваешь бизнес в этом направлении, в этот момент криптовалюта тебе добывается, также обеспечивая пассивный доход. Если ты открыл, допустим, какой-то линейный бизнес, который не сетевой совсем, то тебе для того, чтобы увеличить свою прибыль, допустим, ты открыл магазин, закупил туда товаров, тысячу долларов ты точно не поместился, ты затратил несколько тысяч долларов, а то и десятков, и для того, чтобы тебе продублировать этот бизнес, тебе, то есть, чтобы выйти на, удвоить свои финансовые показатели, тебе нужно открыть еще один магазин, соответственно, еще сколько-то инвестиций, скорее всего, в два раза больше и проинвестировать. Если это сетевой бизнес, то изначально ты инвестируешь, и после этого ты занимаешься уже только развитием своей сети, только продвижением своего бизнеса, только увеличением и развитием своих личностных качеств и помощью другим людям. Ну и, соответственно, когда ты уже получаешь финансовые результаты, ты можешь распределять свои финансы уже в инвестиции, когда у тебя настроен бизнес, когда у тебя бизнес приносит пассивный доход, и когда ты из этого дохода откладываешь себе инвестиционную подушку, и получая пассивный доход, ты уже можешь инвестировать в направления, которые тебе дают абсолютно пассивный доход. И это диверсификация твоих рисков. У тебя могут быть инвестиции в криптовалюту, инвестиции в драгоценные металлы, и инвестиция, например, в недвижимость, и так дальше. Ты сам себе выбираешь уже абсолютно пассивные инвестиции. Друзья, эта информация, которую я поделилась, она основана абсолютно на опыте, она основана на наблюдениях, которые я вижу на протяжении уже нескольких лет. Поэтому я вам желаю осознанных инвестиций. Если вы чувствуете, что вам нужен какой-то совет, рекомендация, подсказка от меня, не стесняйтесь, пишите. Если вас нет еще в моем телеграм-чате, то присоединяйтесь, там я делюсь опытом, осознаниями по саморазвитию, по финансам и по комфортным инвестициям в направлении криптовалюты. Спасибо большое за внимание. Не старайтесь перепрыгивать вот эту пропасть, потому что именно здесь вы сами развиваетесь, и вы выходите на новые уровни, вы выходите на новые и финансовые, в том числе, показатели. Спасибо большое за внимание. С вами на связи была Ольга Барабанова. Если видео полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и, конечно, буду благодарна за обратную связь в комментариях под этим видео. Пока-пока. До скорой встречи в следующем полезном видео.